Всем привет! Сегодня я вам расскажу про то, как выживаются два этих неугомонных мальчика, про то, как соседствуют с собой в доме ребенок и собака. Декстер хочет бежать ловить солнечных зайчиков, поэтому я вам быстро покажу. Собака у нас небольшая, маленькая, 2 килограмма 800 грамм. Да, Декстер у нас появился в самом начале моей беременности, то есть я узнала, что я беременна, и буквально через несколько дней мы поехали забирать Декстера. Он из породы Бивер Йорк, собачка, как вы видите, маленькая, поэтому трудностей у нас немного. Декстер у нас знает команду нет, которая звучит как а-а, наверное, пересмотрелась о коне Жоли, и поэтому у нас вместо фу нельзя у нас а-а. То есть он знает команду нет, и для содержания вместе ребенка и собаки, мне кажется, это, наверное, самая главная команда. Когда мы принесли Тима домой, то есть на второй день жизни, мы сразу показали его Декстеру, поставили Тима в автокресле на диван, дали понюхать Декстеру, он посмотрел на него, понюхал, но, в принципе, сильно интереса не проявил, он очень ждал меня, потому что меня долго не было дома, а перед этим мы с ним вообще не расставались. Потом он начал проявлять интерес, постоянно ходил к коляске, вставал на задние лапки, пытался понюхать, посмотреть, что там такого интересного в этой коляске, что я постоянно к ней подхожу. Наверное, первый месяц Тима мы давали только нюхать, да, издалека Декстеру, а потом ему разрешили лизать пятки, но как-то к лицу, к рукам не подпускали. Сейчас они замечательно играются, Декстер его даже немножко прикусывает, знаете, когда вот собаки чистят себя, да, они так немножко прикусывают, вот и он его так немножечко прикусывает, но Тим не возмущается, значит, ему не больно, значит, ему нравится, никаких царапин на теле его нету, он может вылизнуть в ухо, естественно, я ему в нос, в рот не даю лизать, но, по крайней мере, при мне Декстер не облизывает Тима, но у него прямо охота на Тиминой отрыжки. Да, он хочет их съесть, слезать, а ему этого делать нельзя, потому что он у нас кушает только сухой корм, и если он съест что-то другое, у него болит живот. Я пытаюсь поймать Декстера, чтобы он не съел эту отрыжку, чтобы ему не было плохо, постоянно выстрелись, но один раз я поймала Декстера с отрыжкой на голове, то есть Тим отрыгнул, он под него подлез, это все съестит, Тим еще раз отрыгнул, а собака у нас ходила с молочной головой. Собака у нас чистая зимой, мы с ним не гуляем, он у нас ходит в туалет на балкон, и каждый раз, когда мы его забираем с балкона, мы ему моем все нужные места, вытираем лапы. Я знаю, что собака у меня чистая, когда мы с ним гуляем, это в сухую погоду весной и летом, каждый раз после прогулки я его мою с мылом. Также те, кто знают породу йоркский терьер, знают, что у нее нет подшерстка, также и у бивер-йорков нет подшерстка, то есть собака это не аллергенная. Те, у кого аллергенная шерсть собак, на биверов аллергии не будет, так же, как и на йорков. Волосы у него не лезут, ну как лезут, наверное, но хочу сказать, что с меня сейчас волос лезет больше, чем у Декстера. Ну и пылесос с ними легко справляется, тем более у нас Декстер всегда подстриженный, длинных волос у него не бывает. Декстер у нас Тимми приносит часто свои игрушки, хочет с ним играться, то есть когда он был совсем маленький, он ему еще тогда приносил свои игрушки и как-то еще обижался, что с ним этот маленький человеческий щеночек не играется. Вот, сейчас он приносит ему игрушки, Тимми так интересные его игрушки. Поэтому игрушки Декстера я тоже мою, потому что я думаю, что как-нибудь я отвернусь и все-таки они попадут в Тимми в рот. Поэтому у нас игрушки все чистые. Многие спрашивают и переживают насчет ревности собаки. Но хочу сказать так, у нас Декстер ревнует. Ну как, он на него не огрызается, он на него не гавкает, нет, ничего подобного. Просто когда я начинаю играться с Тимом или муж начинает играться с Тимом, Декстер сразу же приносит нам мячик или лезет к нам целоваться. То есть, вот вы с ним играете и со мной поиграете. Он вот сразу требует к себе внимания. Больше у нас никаких проблем с ревностью не было. Декстер у нас не рычит, не кусается. Было пару раз, что когда Тим начал дрыгать ногами, он пнул Декстера, Декстер рыкнул. За это получил. И больше такого не повторялось. Декстер это любимая Тимина забава. Первый раз он засмеялся, прям вот заржал голос именно над Декстером. Его очень интересует, что Декстер делает, куда он бегает. Вот собака ушла, он сейчас за ней смотрит. Декстер, ко мне! Его очень интересует, когда Декстер играет в мячик, когда Декстер что-то смотрит. Прямо ему очень-очень нравится за ним наблюдать. Декстер же в свою очередь, когда Тим спит в комнате своей после прогулки или в коляске, и оттуда доносится какой-нибудь шорох, писк Тима, Декстер сразу бежит к нему. Сразу бежит к нему проверять, что случилось, если он в коляске лежит у нас в прогулочной, он может прям встать на задние лапы, нюхать его, что случилось, очень сильно переживает. Если я в этот момент не подхожу, но я слышу, что там ребенок пикнул, но как бы не просыпается, он бежит, Декстер, ко мне, мне там скулит, и бежит обратно к Тиму. Типа там, что ты стоишь-то? Твой мелкий ищет. Давай я за ним буду ухаживать, если ты не можешь. И, конечно, еще Декстер у нас очень большой интерес проявляет к подгузникам Тима. Прям вот очень ему нравится, как это все пахнет. Для него это, мне кажется, какой-то деликатес. Конечно, ему ни разу ничего не доставалось, но прям он, когда меняем подгузник, он тусуется всегда-всегда рядом, ему прям очень интересно, что там. И когда мы купаемся в ванной, Декстер стоит на задней лапе, пытается посмотреть, как мы купаемся. То есть, что Тима интересует Декстер, что Декстера интересует Тим. Им вдвоем интересно, а дальше будет еще интереснее. Я считаю, что собака – это лучшая интерактивная игрушка для ребенка. Да это вообще будет его лучший друг, его лучшая игрушка. И вы помните, да, что именно в детстве мы умеем разговаривать с животными, рассказывать им что-то, делиться своими секретами. Поэтому я очень рада, что у нас есть собака. И мне кажется, Тиму с ним будет очень весело. И Декстер у нас такой грибозе. В одной будут вместе играть мячик, вместе играть какие-то игры. Если у вас есть собака, и пока нет детей, то примите, пожалуйста, мой совет. Воспитывайте собаку сразу, чтобы он четко знал команду «нет», чтобы он не подходил к ребенку, когда вы этого не хотите, чтобы он вас слушался, чтобы он не рычал на ребенка. Но я уверена, что собаку можно научить обращаться с ребенком так, как вы хотите. И напишите мне, пожалуйста, какие есть у вас домашние животные, как они уживаются с детишками. Мне будет очень интересно почитать. И, наверное, на сегодня все. Задавайте свои вопросы обязательно. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...